Джо Лансдейл, Низ Детройта Снаружи было холодно, промозгло и ветрено. Буря трясла домик, проскальзывала, как лезвие, через рамы, косяки и трещины. Но парочке это было все равно. Им было тепло сидеть подле потрескивающего камина на скрипящих креслах-качалках, с пледами на коленях, сплетя руки. В ведро, рядом с кухонной раковиной, капало с дырки на крыше. Капли больше не звенели, как стальные гвозди о жестянку, и теперь лишь нежно шлепали. Старой парочкой были муж и жена, вместе уже пятьдесят лет. Им было уютно друг с другом, они редко говорили. В основном только качались в креслах и глядели на огонь, бросающий тени по комнате. Наконец, Марджи заговорила. «Алекс», — сказала она, — «надеюсь, я умру первая». Алекс перестал качаться. «Ты правда сказала то, что я услышал?» «Я сказала, — надеюсь, я умру первая». Она не смотрела на него, только на огонь. «Это эгоизм, я знаю, но я правда на это надеюсь. Не хочу без тебя жить. Это как вырезать сердце и заставить гулять. Буду как эти самые зомби». «Есть же дети», — ответил он. «Если я умру, они возьмут тебя к себе. Я буду только мешаться. Люблю их, но жить с ними не хочу. У них и свои жизни есть. Лучше я помру раньше тебя. Так будет проще». «Мне не проще», — сказал Алекс. «Я вот не хочу, чтобы ты умирала раньше». «Что теперь скажешь? Мы оба эгоисты, верно?» Она слегка улыбнулась. «Да, не лучшая тема для разговора перед сном. Я никак не могла выкинуть это из головы. Я тоже об этом подумывал, хорошая моя. Это естественно. Мы не молодеем. Ты же здоровый как конь, Алекс Брукс. Ты всю жизнь тяжело работал, закалился. А я у меня и бурсит, и боли, и устаю все время. Старость — не радость». Алекс опять принялся качаться. Они смотрели на огонь. «Мы уйдем вместе, старушка», — сказал он. «Я чувствую. Для таких, как мы, это единственный путь. Интересно, увижу я его или нет? Я про смерть». «Чего?» «Ну, бабушка мне рассказывала, как видела его перед смертью ее папы». «Мне ты не говорила». «Ну, не самая моя любимая тема. Но бабушка говорила, что к их дому подкатила черная карета. Кучер три раза щелкнул хлыстом, и отец тут же умер. И еще говорила, что слышала, будто ее дедушка рассказывал, как видел смерть в детстве. Рассказывал, что было раннее утро, а он уже встал и занялся делами по ферме. А когда вышел на улицу, увидел перед домом человека в черном. На плече у него была палка с клетчатым кульком. Он поглядел на их дом и три раза щелкнул пальцами. А через миг брата моего дедушки больного оспой нашли мертвого в постели. «Байки, старушка, не переживай ты так из-за старых байк. Давай-ка подогрей нам молока». Алекс встал, сложил плед на кресле, налил в миску молока и поставил на плиту. Пока оно грелось, он смотрел Марджа на спину. Она еще глядела в огонь, но уже не качалась. Просто следила за пламенем и, как знал Алекс, думал о смерти. Попив молока, они отправились спать. И скоро Марджа храпела, как неисправная бензопила. Алекс не мог уснуть. Отчасти из-за бури, которая набирала силу, но в основном из-за слов Марджи о смерти. Почему-то он почувствовал себя одиноким. Как и она, он боялся не смерти, а жизни в одиночку. Пятьдесят лет они жили душа в душу, а без нее он будет только существовать, но не жить. «Боже!» — взмолился он тихо. «Когда подойдет срок, дай нам умереть вместе». Он оглянулся на Марджи. Казалось, на ее лице пропали морщины. Она как будто бы помолодела. Его радовало, что она могла забыться во сне. А вот он... он не мог. Может быть, я просто проголодался. Выскользнув из постели, натянув штаны, рубашку и тапочки, те дурацкие, с кроличьей мордочкой и ушками, которые ему купила внучка, тихонько прошлепал на кухню. Это была не просто кухня, а еще и кабинет, гостиная и столовая. В доме было всего три комнаты и шкаф. Да и то одна из комнат была маленькой ванной. Иногда в такие моменты Алекс думал, что мог бы добиться и большего ради Марджи. Например, купить дом побольше. А этот был тот же, где они растили детей. И на этой же кухне те когда-то дремали в колыбельке. Он вздохнул. Бестолку вся тяжелая работа. Оказалось, что он по жизни и с мест не сдвинулся. Лачуга. Подошел к холодильнику, достал двухлитровую пачку молока. Отпил прямо из нее. Поставил пачку на место и стал наблюдать, как в ведро капает вода. Это зрелище его разозлило. Это он на пенсии дал домику превратиться в развалину. И нет ему оправданий. Уж конечно. Он настолько устал. Чудо, что Марджи не жаловалась. Ну что ж, сегодня ночью уж ничего не поделать. Но он пообещал себе, что когда пройдут дожди, он не забудет эту ночь. Он залезет на крышу и заделает протечку. Он тихонько вытащил миску из шкафчика. Надо вылить воду из ведра, чтобы не приходилось вставать до утра. Приснул в миску немного воды, чтобы капли не звенели слишком громко. Открыл переднюю дверь. Вышел на крыльцо с ведром. Оглядел грязный двор и старый красный тягач, с белой, поблекшей от времени надписью на борту «Аварийно-спасательный сервис Алекса Брукса». Сегодня, увидев старого боевого коня, он загрустил больше, чем обычно. Давненько он не использовал его для дела, для работы. Теперь это только транспорт. До старости его инструменты и руки приносили ему заработок. А теперь ничего. Теперь он ими только пенсию забирал. Когда машина приблизилась, он разглядел, что она была черная, длинная, странной формы. Ничего такого он раньше не видел. А уж на машину-то он за свою жизнь насмотрелся. Такое не сходит с конвейеров Детройта. Наверное, иностранное. Каким-то чудом машина притормозила без визга тормозов и шин, без заноса. На самом деле, Алекс даже не слышал шума мотора. Только слабый шепот резины по мокрому цементу. Машина поравнялась с домом, когда вспыхнула молния. И в этот момент Алекс рассмотрел водителя. Вернее, силуэт водителя, выделенный вспышкой. И это был мужчина с сигарой во рту и котелком на голове. Тот повернулся в сторону дома. Свет молнии пропал. Теперь остались только темные очертания автомобиля и красный уголек сигары, указывающий на дом. Алекс вдруг почувствовал, как со свода его черепа срываются ледяные сосульки и летят сквозь все тело до самых пяток. Водитель засигналил. В мозг Алекса вонзились три коротких образа. Гудок. Цветущие розы стремительно чернеют. Гудок. Вспоминались похороны, любимые в гробах. Исчезают под землей. Гудок. Черви ползают в гниющей плоти. А потом наступила тишина, что была гром черева гудков. Машина опять набрала скорость. Алекс смотрел, как ее задние фары, моргнув, исчезли во тьме. Холод превратился в холодок. Сталактиты в мозгу растаяли. И вдруг он вспомнил слова Марджи, сказанные ранее. Однажды видела смерть. Подкатила черная карета. Три раза щелкнул хлыстом. Поглядел на их дом и три раза щелкнул пальцами. Тут же умер. В горле Алекса будто застряла сосновая иголка. Ведро выскользнуло из пальцев, лязгнуло о крыльцо и покатилось в клумбу. Он повернулся к дому и бросился к спальне. Быть не может. Это только байка. Руки дрожали от страха. Дурацкое совпадение. В животе все переворачивалось. Марджи не храпела. Алекс схватил ее за плечо. Затряс. Ничего. Перевернул на спину и прокричал ее имя. Ничего. Ой, деточка, нет. Пощупал пульс. Ничего. Припал ухом к груди, слушая сердцебиение, вечный аккомпанемент его стука. И не было ничего. Тихо. Совершенно тихо. Ты не могла, сказал Алекс. Ты не могла, мы должны были уйти вместе, совсем по-другому. И тут он понял. Он видел смерть. И тот уехал по шоссе. Он вскочил на ноги, сорвал пальто со спинки кресла, метнулся к дверям. Ты ее не получишь, сказал он вслух. Не получишь! Схватив с гвоздя у двери ключи от тягача, он бросился на крыльцо и нырнул в холод и дождь. Через минуту он уже был на шоссе в дикой безумной гонке за странной машиной. Тягач был стареньким, не созданным для гонок. Но он поддерживал его в хорошем состоянии и купил новые шины, так что машина быстро неслась по мокрой дороге. Алекс давил на педаль, пока нога не уперлась в пол. Быстрее, быстрее, быстрее! Через час Алекс увидел смерть. Не самого его, только номера, разборчивые в свете его фар. На них было написано «Смерть. Изъятие». На дороге были только тягач и черная машина. Приблизившись, Алекс засигналил. Смерть просигналил в ответ. Звук был не тот, что Алекс слышал у дома. Высунул руку в окно и помахал, разрешая объезд. Алекс подъехал и, поравнявшись с машиной, повернулся посмотреть на смерть. Его все еще сложно было разобрать, но были видны очертания котелка. И когда смерть глянула на него, он отчетливо увидел теплящийся кончик сигары, похожий на пулевое ранение. Алекс резко бросил тягач на машину. Смерть подал вправо, потом повернулся на прежнее место. Алекс снова толкнул. Колеса черной машины врезались в дорожный гравий. И Алекс подъехал ближе, не давая вернуться на шоссе. Снова бросил тягач вправо. Машину столкнуло на траву. Занесло, она съехала по насыпи и ткнулась в дерево. Алекс осторожно затормозил, сдал назад и вышел из тягача. Досталось под сиденье небольшую монтировку и гаечный ключ. Убрал монтировку во внутренний карман пальто, на всякий случай. А потом двинулся по насыпи, помахивая ключом. Смерть открыл двери и вышел. Дождь утих. Луна выглядывала из-за облаков, как робкое дитячие стюлевые шторы. Ее свет упал на круглое розовое лицо смерти, отчего она стала похожа на искусственный гранат. Сигара свисала из его рта на табачной соломинке. Посмотрев на насыпь, он увидел, как на него бежит, размахивая гаечным ключом, старый, но сильный на вид человек, черный, в тапочках в виде кроликов. Выплюнул сломанную сигару, смерть шагнул вперед, схватил Алекса за запястье, вывернул. Старик перекувырнулся, ключ вылетел из рук. Алекс тяжело упал на спину и отрывисто задышал. Смерть наклонился над Алексом. Вблизи Алекс разглядел, что его лицо было слегка рябое, а розовым оно было из-за какого-то грима. Роскошно. Но смерть зря так заботился о внешности. На нем были всего лишь черная футболка, штаны и кроссовки. И, разумеется, котелок, который так и не промял тяжелый гаечный ключ из-за дурацкого джиу-джитсу. — Ты чего, мужик? — спросил смерть. Алекс захрипел, пытаясь отдышаться. — Я ее тебе не отдам. — Кого? Ты про что? — Не разыгрывай, дурачка. Алекс поднялся на локте, наконец-то отдышавшись. — Ты... ты смерть, и ты забрал душу моей Марджи. Смерть выпрямился. — Так ты знаешь, кто я? — Ну и что? — Я просто делаю свою работу. — Ее... ее время еще не пришло. — А по списку пришло. И в списке ошибок не бывает. Алекс почувствовал, как что-то упирается ему в бедро. И понял, что это. Монтировка. Хоть смерть его и швырнул, монтировка из пальто не выпала. Он лежал на месте, а карман был точно под его бедром, отчего старые кости ныли сильнее. Алекс перекатился, освободил карман, сунул в него руку и вытащил монтировку. Вдарил смерти точно по верхушке котелка, и тот сел на землю. На сей раз котелок слетел. Лоб смерти был в крови. Прежде чем тот собрался с мыслями, Алекс вскочил на ноги и бросился. Ударил головой, как тараном, смерть в живот, сбив его на землю. Сжал коленями обе руки смерти, схватил за горло старыми, но не дряхлыми руками. — Никого прежде не убивал, — сказал Алекс, — и сейчас не хочу, и монтировкой я тебе бить не хотел. Ты только верни мне мою марджи. Сперва в глазах смерти не отразилось ничего, но постепенно в них начал разгораться свет. Он легко высвободил руки из-под колени Алекса, схватил старика за запястье и убрал от горла. — Э-э-э, старый мошенник, — сказал смерть, — перехитрил меня. Смерть привстал, опершись ладонями о землю, и вывернулся из схватки Алекса как уш, без всяких затруднений. На сей раз он поднял шляпу, водрузил ее себе на голову и встал, внимательно оглядел Алекса. — Я тебя не очень пугаю, верно? — спросил смерть. Алекса заметил, что рана на его лбу испарилась, не осталось даже капли крови. — Нет, — сказал Алекса, — ты меня не пугаешь, мне просто нужна моя марджи. — Ладно, — сказал смерть. Алекса резко выпрямился. — Что? — Ладно, — говорю, — ненадолго. Мало кто сумел меня перехитрить и положить на лопатки. — Я тебя уважаю, ты старик отчаянный, мне это нравится, я ее верну. — Но ненадолго. Пошли. Смерть зашагал к машине, что было не из Детройта. Алекса поднялся на ноги и последовал за ним. Смерть вытащил ключи из зажигания, подошел к машине, повернул ключ в замке, он с шипением открылся. Внутри лежали кучками множество спичечных коробков. Смерть провел над ними рукой, будто бы внимательный покупатель, выбирающий в магазине овощи. Затем поднял коробок, который на вид не отличался от остальных. Смерть протянул его Алексу. — Ее душа здесь, старик. Встань над ее постелью, открой коробок. И все. Ясно? — И все. — И все. — А теперь проваливай, пока я не передумал. И помни, я ее тебе вернул. Но ненадолго. Алекс сдвинулся прочь, осторожно рассматривая коробок. Проходя мимо машины смерти, он заметил на двери солидную вмятину от вылетевшего у него из рук гаечного ключа. Обернулся к смерти закрывающему багажник. — Я так понимаю, помогать с буксиром не надо. Смерть легко улыбнулся. — Обойдусь. Алекс стоял над их постелью. Постелью, где они любили, спали, говорили, мечтали. Стоял с коробком в руках, не отрывая глаз от холодного лица Марджи. А потом с нежностью открыл коробок. Из него вылетел маленький голубой огонек, похожий на подружку Питера Пэна, фею Динь-Динь, и приземлился на губы Марджи. Она глубоко вдохнула, ее грудь поднялась. Глаза открылись, она обернулась на Алекса и улыбнулась. — Боже мой, Алекс, что ж ты тут стоишь, неодетый? — Что это за спичечный коробок? Алекс хотел что-то сказать, но не смог. Он мог только улыбаться. — Ты с ума сошел? — спросила она. — Может быть, чуть-чуть. Он сел на постели и взял ее руку. — Я... я люблю тебя, Марджи. — И я тебя. — Ты что, выпил? — Нет. И вдруг раздался оглушающий зов сигнала смерти. Звук сотряс дом, а сквозь шторы пролился яркий свет фар, озаривший хижину, как на дешевом клубном представлении. — Кто это? — Он. Но он же сказал. — Жди здесь. Алекс достав ружье из чулана, вышел на крыльцо. Машина смерти стояла перед домом, а свет ее фар будто бы поймал Алекса, как муху в масле. Смерть ждал на нижней ступеньке. Алекс нацелил на него ружье. — Мерзавец, ты отдал ее, ты дал слово. — И сдержал? Я ж сказал, ненадолго. — Но это совсем мало. Все, что могу. И то это очень щедро. — Но так даже хуже, чем совсем ничего. — Не спорь, Алекс. Отпусти ее. У меня есть годовой план. Мне его выполнять надо. Я ее все равно заберу. Ты ж понимаешь. — Только не сегодня. Не дождешься. Алекс взвел курки. — И не завтра. И не в ближайшие дни. — Эта пушка тебе не поможет, Алекс. Ты ж сам знаешь. Нельзя остановить смерть. Даже стоя здесь, я могу щелкнуть три раза пальцем или языком, или вернуться в машину и посигналить. И она опять же будет моей. Но я пытаюсь договориться по-хорошему, Алекс. Ты отважный старик. Я сделал тебе услугу, потому что ты меня одолел. И не стал ее забирать, не предупредив. Вот почему я тут с тобой беседую. Но уйти придется. И уйти прямо сейчас. Аликс опустил ружье. А ты... Ты не можешь забрать меня вместо нее. Ты ж можешь, да? Я не знаю. Давненько я с таким не сталкивался. Да можешь, можешь. Возьми меня. Не трогай Марджи. Ну... А ладно. Пусть будет так. Дверь настишь распахнулась. На пороге появилась Марджи в халате. Ты забыл, Алекс, что я не хочу остаться одна. Иди в дом, Марджи, сказал Алекс. Я знаю, кто это. Я вас слышал, мистер смерть. Я не хочу, чтобы вы забирали, Алекс. Вы пришли за мной. Значит, мне с вами уходить. Возникла пауза. Все молчали. Потом Алекс сказал. Возьми на собоих. Ты ж можешь, да? Знаю, я все равно есть в твоем списке. Наверняка на первых строчках. В моем возрасте долго не живут. Можешь взять меня чуть раньше срок. Правда? Ты ведь можешь? Марджи и Алекс сидели в креслах-качалках с пледами на коленях. Огонь в камине не горел. За спиной в ведро капала вода. За стенами свистел ветер. Они держались за руки. Перед ними стоял смерть. В руках у него была коробка из-под сигар король Эдвард. Вы уверены? Спросил смерть. Обоим уходить не обязательно. Алекс посмотрел на Марджи и перевел взгляд на смерть. Уверены, ответил он. Давай. Смерть кивнул. Он открыл сигарную коробку и протянул на ладони к ним. Свободной рукой щелкнул пальцами. Раз. Ветер усилился, завыл. Два. Дождь, как по барабану, застучал по крыше. Три. Сверкнула молния и прогремел гром. А теперь внутрь, сказал смерть. Из ртов четы в сигарную коробку со стуком вылетел маленький голубой огонек. И смерть закрыл крышку. Тела Алекса и Марджи обмякли, головы бессильно упали. Но пальцы остались сплетенными. Смерть засунул коробку под мышку и пошел к машине. По котелку стучал дождь. Ветер резал его голые руки и забирался под футболку. Но он не обращал внимания. Открыв багажник, он хотел было положить коробку, но вдруг остановился. Закрыл багажник. Эй, черт, сказал он, какой же я стал сентиментальный дурень. Он открыл коробку. Из нее вылетели два голубых огонька и коснулись земли. И вдруг приняли облик Алекса и Марджи. Они светились в ночи. А не хотите поехать впереди? Предложил смерть. Был бы неплохо, сказала Марджи. Да, неплохо, согласился Алекс. Смерть открыл двери и пустил Алекса и Марджи внутрь. Сам забрался за руль. Глянул на список, лежавший на приборной доске. В больнице имени Тайлера от повреждения мозга умирала женщина. Следующая остановка там. Отложил список и завел машину, что было не из Детройта. По звуку двигатель в порядке, сказал Алекс. Я старался, ответил смерть. Они двинулись с места, и по дороге смерть запел. Правь, правь, лодкой правь, по глади нежных волн. Алекса и Марджи подпели. Весело, 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 ведь жизнь это только сон. Они съехали с шоссе, задние фары угасли, песня затихла, черный металл автомобиля слился с тканью ночи. Слышался только шепот хороших покрышек по влажному цементу. Но скоро пропал и он. Остались лишь ветер и дождь. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Сергея Карпова. Аудиоверсия рассказа сделана специально для паблика экстремального хоррора. Субтитры создавал DimaTorzok